Приветствую вас! На мой взгляд, дело исключается в механизме навязчивости, то есть, ну, вы выделяете звук какой-то, и он для вас, этот звук становится, в общем-то, достаточно негативный. Этот он отображает, он несет опасность какую-то для вас. Я не совру, если скажу, что опасность, которая вам видится, она есть только для вас. Опасность только вашей реальности. Но, тем не менее, опасность хоть и видится только вам, она все же вполне себе реальна. Вот, поэтому, ну, часто, очень часто подобное возникает из-за желания, стремления все контролировать. То есть, человек, он, ну, пытается контролировать все, пытается контролировать абсолютно вообще все, и, собственно, из-за этого возникают такие вот проблемы и трудности. То есть, не должно быть у вас в вашей вот как раз реальности, по вашему мнению, того, что вы считаете быть не должно. Если это есть, оно несет для вас опасность, оно несет для вас раздражение, оно несет для вас какую-то угрозу. Соответственно, это и является тем аспектом, который, на мой взгляд, нужно исследовать. То бишь, к чему я веду? К тому, что звук сам по себе проблемой не является. Проблемой является, на самом деле, то, что стоит за этими самыми звуками. А вот что стоит за этими, нужно исследовать. За ними могут стоять, например, недостаточно проработанные и проставленные личные границы. За ними могут стоять подавленные желания. За ними могут стоять, может стоять, чувство, например, беспомощности, чувство, например, драматичности. Когда, к примеру, подобные звуки вы слышали в своем, ну, например, в детстве не могли с этими звуками ничего сделать. Вот. И, соответственно, теперь вас это травмировало. Вот. Такая история тоже вполне себе может быть. Вот. Так что, что конкретно стоит за вашей такой реакцией на звуки? Нужно исследовать. Вот. И когда будет понятно, а понятно будет в результате анализом, тогда уже и можно будет говорить о том, как это корректировать. Обратите также внимание на то, что вы ссоритесь с мужем. Почему-то ваш муж обижается на то, что вы делаете ему замечание. Вот. То есть тут момент такой, что у вас с мужем отношения явно не конструктивные. Не отношения взрослые-взрослые, а отношения, скорее, ребенка и родителя. То есть ребенком является ваш муж, который обижается, а вы являетесь родителем, который делает ему замечание. Это момент тоже, на мой взгляд, достаточно показательный. Вот. И соответственно тоже нужно корректировать. Вот. Вот. Понимаете? Какая, какая штука. Вот. Вопрос заключается, правда, в том, опять же, хотите ли вы реально работать над собой и над отношениями со своим мужем. Вот. Потому что это потребует определенных усилий от вас. Вот. Но, тем не менее. Опять же, вы пишите о том, что, значит, непереносимость некоторых глухов, когда она появилась. Вот. Вот. Когда появилась эта непереносимость в результате чего? Когда вы первый раз заметили, впервые заметили подобную непереносимость? Это, на мой взгляд, нужно также исследовать. Вот. Значит. Вот. Вот. В принципе. Так. Мне кажется, что помимо подавленных, подавленных ваших желаний, которые, которые, ну, которые вы подавляете себе. Помимо этого желаний есть, есть еще и вопрос, на мой взгляд, ответственности. Вот. То есть, это вопрос именно лично, личный ответ вашей. Вот. То есть, необходимо, чтобы вы все-таки говорили именно о своей, о своих чувствах. То есть, не взяли так замечания своему мужу, что, например. Да. А именно говорили о том, что беспокоит вас. Потому что обижается мужчина именно по данной причине. Потому что вы обвиняете его в том, что происходит. То есть, не говорите о себе. Да. А обвиняйте его. Вещи. Это. Абсолютно разные. Может быть, именно потому, что вы не можете, не умеете нести ответственность за себя. Да. Ситуация так и происходит. То есть, ну, именно поэтому это раздражает. То, что вы себя вовремя не защищаете. Ну, что вы вовремя себя не ограничаете от каких-то проблем и опасностей. А в такие моменты это, ну, это проявляется. В такие моменты это дает какой-то вот эффект. А вот, в принципе, наверное, так можно вам ответить на ваш вопрос. В целом, это достаточно такой очень общий, обезличенный вопрос в психологии, профессиональной психологии. Все индивидуально. И именно ваша история жизни, именно ваш личный анализ вашей жизни помог бы пролить свет на то, почему у вас возникли такие симптомы. То есть, у каждого человека, у разных людей могут возникать похожие симптомы, но как бы по разным причинам. И эти причины, ни в коем случае, нельзя унифицировать. То есть, значит, ну, ни в чем нельзя быть уверенным в том, что вот, значит, проблема, ваша, да, она, вот, вот, так вот, именно такая, как у всех, вот. Так что, выбирайте себе психолога, хотя бы на нашем ресурсе, вот, выбирайте себе психолога, который пройдет вам, психолога, который, ну, вызовет у вас доверие, вот, к которому вы захотите довериться. Вот. И, соответственно, я полагаю, что тогда вы реально свою проблему решите. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их уличку. Я буду рад вам ответить, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.